Доброго времени суток! С главными новостями одесского спорта вас традиционно познакомит еженедельник Оспорт. Сегодня в нашей программе. На базе гимнастического клуба Исток подходит своему завершению учебно-тренировочной сборной команды Украины по прыжкам на батуте. Одесская Бипа дважды уступает юнинскому химику на четырефинальной стадии плей-офф и завершает выступления в чемпионате Украины. Футзальный клуб МКВ в гостях обыгрывает запорожский коллектив РП и выходит в лидеры финального этапа первой лиги. Одесская «Жемчужина» дает бой Черниговской Дисне, но все же уступает одному из фаворитов первой лиги. Обо всем этом и поговорим в ближайшие 15 минут. 22 марта на базе одесского гимнастического клуба Исток стартовал учебно-тренировочный сбор юниорской и национальной сборной команд Украины по прыжкам на батуте, которые в эти дни ведут подготовку к стартующему 12 апреля в городе Баку чемпионату Европы. О том, над чем сейчас работают ведущие представители этого вида спорта нашей страны, а также каковы их шансы и перспективы на предстоящих соревнованиях в столице Азербайджана, нашему еженедельнику рассказали главные действующие лица будущего европейского форума. Ну у нас немножко поменялся состав сборной и поэтому сейчас немножко проблемнее и тяжелее работать, но акценты на самое главное это стабилизация комбинаций. Вот у нас прошла первая прикидка и как показала эти маленькие наши соревнования, значит первые произвольные комбинации все прошли стабильно и очень даже на хорошем уровне. В общем я довольна. Произвольная комбинация не у всех еще готова полностью, но у нас еще есть время доработать и поработать еще над синхроном, так как у нас две новые пары. Но в принципе у девочек хорошая техника и они спокойно, и у мальчиков тоже, они спокойно могут становиться, надо просто время, чтобы они почувствовали друг друга. Сколько, скажем, отсутствует Дмитрия Бедевкина, да, отражается, скажем, на подготовке, да, и может на каких-то на целях, которые могли бы быть поставлены, да, на Европе. Очень сильно отражается, очень, конечно, печально и очень жалко, что Дима не успел восстановиться к этому чемпионату. Наша бы команда была намного сильнее, то есть у нас не было бы вопросов, отберемся мы на европейские игры или нет. Но я думаю, что мы в любом случае отберемся, но с Димой наша команда была бы намного сильнее, мы могли бы сразу говорить и претендовать на призовое место. Что сейчас можем претендовать в таком составе? На принципе женская команда достаточно сильна, как бы в боевом составе. Если девочки все сделают, а я думаю, что они все сделают, то мы тоже, самое главное, это попадание в финал, потому что в финал попадают практически все сильные спортсмены. Вот пройти вот этот первый мандраж, совладать со своими нервами, вот это их самая главная задача, потому что технически они готовы все. Самое главное, это нервы. Успокоиться, стабилизироваться, настроиться на победу. Но сейчас вот я вижу, что в команде очень хорошая обстановка и боевой дух, и все настроены на победу. Достаточно внушительной в сборной команде Украины выглядит делегация одесских спортсменов и спортсменок. В число будущих участников чемпионата Европы вошли Диана Тувакбаева, Диана Ключник, Артем Савченко, а также одесские юниоры Иван Полонец и Татьяна Купнерик. В этом списке наши главные надежды связаны с женским дуэтом Тувакбаева-Ключник, которые имеют хорошие предпосылки для того, чтобы побороться за призовые места в синхронных прыжках. Не стоит списывать со счетов и наших юниоров. В первую очередь сейчас у меня как бы дуэт с партнершей моей над синхронностью первым делом. Сейчас работаем, потому что вероятность на Европе как бы в индивидуале есть, но не такая большая, как в синхроне, конечно. Поэтому сейчас большую часть работы отрабатываем синхронно. В принципе, личная готовность позволяет рассчитывать на успешное выступление, ну, скажем, на попадание в финал хотя бы, да, изначально? Ну, и, конечно, если хорошо выступить на хорошей оценке, высоко как бы, то, конечно, да. Попадание в финал, ну, знаете, как бы в этом еще такое неуверенность. Ну, в принципе, я даже, честно, затрудняюсь вам ответить на этот вопрос. Как бы с того, с чемпионата Украины сделала большие выводы для себя. Как бы, и сейчас над этими выводами, над всем, что было на чемпионате Украины, и все, что не было, даже там, можно сказать так, судя по индивидуальной программе, я сейчас над этим и работаю. Завершится учебно-тренировочный сбор у сборной команды Украины по прыжкам на Бакутии 4 апреля. Желаем всем ее представителям достойно представить нашу страну на Европейском форуме и оказаться в числе главных триумфаторов предстоящих соревнований. В минувший уикенд определились полуфиналисты стадии плей-офф чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд Суперлиги. Основное внимание одесских поклонников этой игры было приковано к противостоянию территориальных соседей из Южненского Химика и Одесской Бипы, которые в серии до двух побед должны были между собой решить, кто продолжит борьбу за медали, а для кого текущий сезон подойдет к своему логическому завершению. Первый поединок давних друзей соперников состоялся 29 марта в городе Южный и продержал в напряжении собравшуюся на трибунах спорткомплекса «Олимпа» аудиторию вплоть до заключительных минут матча. Чуть ли не впервые в текущем сезоне подопечные Олега Южкина были близки к тому, чтобы взять реванш за пять подряд поражений от Химика в регулярной стадии чемпионата и полуфинале Кубка Украины. Однако этого не произошло. В решающий момент встречи командный дух вице-чемпиона страны взял свое и позволил снова одолеть Одесскую Бипу со счетом 80 на 69. Сама игра по себе была хорошая в нашем исполнении. Мы закрыли их лидера Колтера, справились с ним, но он забил всего пять очков, и то в конце, по-моему, со штрафа. Но Химикс играл сегодня команду. В принципе, мы провалили последние, наверное, 3-4 минуты в конце. Но мы не сдаемся, есть еще одна игра. Думаю, будет один один. Да, ну там последние 3-4 минуты мы уже спасали, когда Химик ушел в отрыв. Нужно было что-то выдумывать, может быть, там какая-то зона, зонный прессинг, они нас наказали. А так, в принципе, по игре вначале Химик оторвался и держал вот этот вот задел. 3-4-5 очков на протяжении всей игры. Вот некоторые наши, там, в думке планы по нейтрализации Колтера сработали. Но, как сказал Саня, действительно, команда не состоит ни из одного Колтера. Нашлись другие ребята, которые подтянули. Вот, ну и, в принципе, по большому счету, конечно, мы чуть-чуть поудачливы. 24-4 трехочковые броски наши снайперы выбросили. Причем, очень часто были неплохие позиции для броска. Все бы могло быть по-другому. Ну, во-первых, хочу поздравить команду, болельщиков, руководство клуба с хорошим началом плей-оффа. Мы, в принципе, хорошо отзащали. 69 очков – это неплохо. Если бы еще убрали их подборы в нападении, я думаю, было бы вообще хорошо. Ну, а так, играли в свою игру. Что-то у кого-то не получалось, другие ребята помогали. Проявили себя сегодня в командных действиях очень хорошо. Спасибо большое болельщикам за хорошую атмосферу. Да, Дерби очень приятно. Всегда приезжает много болельщиков с Одессы. Поэтому, как бы, им тоже спасибо за атмосферу в зале. По игре могу сказать, что это командная победа. Где, как Саша сказал, если у кого-то не получилось, то мы сырали как команда. Кто-то его заменил и забил те очки, которые не забили там, например, лидеры. Это очень важный момент для нас. И нужно как можно быстрее забывать эту игру и делать анализ и готовиться на субботу. Менее чем через двое суток соперники провели вторую игру этой серии, которая уже прошла на площадке универсального спортивного комплекса «Одесса». И снова подопечный Олега Юшкина, которым отступать было уже некуда, сумели навязать Химику самую настоящую борьбу. Нивелировав в середине заключительной 10-минутки перевес соперника, который по ходу матча достигал отметки в 17 очков. Однако, дважды сравняв счет 77-77 и 82-82, на решающие минуты поединка Бипу снова не хватило. Одесситы повторно уступили Химику 86-96 и завершили свое выступление за чертой соискателей медали чемпионата. А вот Химик вышел в полуфинал, где соперником подопечных Виталия Степановского в Сирии уже до трех побед станет баскетбольный клуб «Днепр». 31 марта в Запорожье состоялся центральный матч третьего тура финального этапа чемпионата Украины по футзалу среди команд первой лиги, в котором встретились лидеры «Квартета», местная команда «Арпи» и одесский клуб «МКВ». Оба коллектива к кочному противостоянию подошли с показателем ноль в графе поражений, посему победитель встречи гарантировал себе первую позицию на экваторе финального этапа. При всем при этом, одесская команда вряд ли считалась фаворитом данной пары, тем более, что за несколько дней до игры «МКВ» лишился своего главного тренера. Возглавлявший команду Роман Свердлов принял решение, продолжит свою тренерскую карьеру в одном из польских клубов. Однако, этот факт только сплотил одесских футзалистов, что самым прямым образом отразилось и на конечном результате этого матча. Счет в поединке на 15-й минуте открыл игрок «МКВ» Владимир Апаривский, замкнувший прострел своего одноклубника Алексея Моторного. 0-1. Минимальный перевес в счете одесситов продержался вплоть до 36-й минуты, когда «МКВ» сумел упрочить свое преимущество. Автором второго взятия в рот «Арпи» оказался Колинс Япарама. В такой непростой для себя ситуации команде «Запорожьем» терять уже было нечего. И за 36 секунд до финальной сирены один мяч она сумела таки отыграть. 1-2. Впрочем, большего одесситы своему сопернику в этот субботний день не позволили, завершив этот важный матч в свою пользу 2-1. По горящим следам тяжело, потому что эмоций очень много. Мы давно эту команду не обыгрывали. И сегодня нассорились так, что, как говорится, последний шанс наш. Мы это сделали, благодаря тому, что сверхусилия были всех. И запасных, и тренеров за нас переживали и в Одессе много. Еще у нас уехал главный тренер в Польшу. Мы за всех, за президента, за него. И мы сделали это. «Хочу поздравить команду МКВ с победой. Что касается своей игры, то видно было, что с самого начала в раздевалке, что, ребят, не было такой энергии, не было такого завода. Считаю, что команда МКВ практически ничего не сделали. Сами мы сделали им, подарили две ошибки. И они эти две ошибки реализовали. Считаю, что провалили полностью первый тайм. Вообще не было ни движения, ни агрессии. То, что мы нарабатывали, все куда-то ушло. Команда села от обороны и ждала контратаку. Показывала ребятам, наконец-то конец второго тайма, там 2-3 минуты, вроде бы как включились, создали моменты. Но второй тайм мы выходим, создаем очень много моментов, двигаемся, просто мяч не шел в ворота». Обыграв в Запорожье местную команду «Арпи», одесский клуб МКВ с семью набранными очками после трех проведенных встреч возглавил турнирную таблицу финального этапа, опережая на четыре очка своего ближайшего конкурента. Программу игр второго круга чемпион Одессы откроет в субботу, 14 апреля, приняв в игровом зале спортивного клуба армии резервистов Ивано-Франковского урагана. В минувший уикенд стартовал 25-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги. В числе первых коллективов, которые его открывали, оказалась и «Одесская жемчужина», которая 31 марта на стадионе «Спартак» принимала одного из претендентов на повышение в классе Черниговскую Десну. Несмотря на разную полярность занимаемых мест турнирной таблицы, поединок получился достаточно зрелищным, а главное, что обоюдо острым. Тем не менее, в первой половине матча забитый голов зрители так и не увидели. Со взаимными шансами на успех соперники провели и большую часть времени второго тайма, судьбу которого решил всего один забитый гол. На 74-й минуте выход 1 на 1 с голкипером «Жемчужины» Егора Картушова завершился в пользу игрока Черниговской Десны и принес команде гостей минимальную победу над дебютантом Первой лиги Украины 1-0. «Сегодня играли против молодой организованной команды. Явно все-таки соперник больше играл от обороны, и мы проводили больше позиционных атак. Было много мужской борьбы, может, в некоторой степени помешал боковой ветер. Но никто не хотел уступать. Ряд моментов было создано со стандартов, но где-то чуть не повезло. Но реализовали свой момент. Я думаю, что все-таки сегодня выходит на первый план результат. Мы довольны результатом». «По игре, да, больше преимущества там территория имела Десна, но моментов коголевых у нас было больше. Мы могли сегодня просто фортуна, сегодня как бы улыбнулась в Десне. Обидно, что мы… Ну, ребята не заслужили сегодня поражения никак. Это немножко, конечно, жалко, обидно за ребят. Но это жизнь, мы будем двигаться дальше». После поражения Черниговской Десне и ряду отнюдь не сопутствующих других результатов 25-го тура, подопечные Дмитрия Горбатенко с 24 очками в активе опустились в турнирные таблицы на опасное 15-е место, опережая только Луцкую Волынь, Нефтяник из Ахтырки и Черкасский Днепр. В следующем туре одесскую «Жемчужину» ждет непростой выезд в соседнюю «Зарю» на дерби с местными Балканами. Встреча состоится в пятницу 6 апреля и начнется на стадионе имени Бориса Тропанца в 15.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова